Мод «Бог с нами» оказался не таким длинным, как я предполагал, поэтому это вторая и финальная серия, но я постарался сделать её большой, вместо того, чтобы разбить ещё на две. Также в этом видео вы увидите две возможные концовки. Если вам нравится мода от этой команды разработчиков и вы хотите, чтобы я проходил их дальше, то можете поставить лайк или написать комментарий. Приятного просмотра! Ого! Бегу! Тут лежит череп и рядом с ним армейская аптечка. Что бы это могло значить и кто тут раскидал эти черепа? Череп есть, всего остального скелета нет. Странно. Кто-то зажёг костёр на базе сталкеров, а я сюда пришёл, потому что по наводке одного сталкера, с которым мне вчера довелось поговорить у костра, тут где-то должен быть тайник. Вот только сам идти сюда, этот сталкер боится. Мало ли что может произойти. Тут неплохо так всё обустроили, сталкеры спали, есть плита, что-то готовили, но пришлось покинуть это место. Что тут для тонкой работы инструменты? Это всё или что-то ещё будет? Больше ничего не вижу. Ладно, инструменты это отлично. Осталось только калибровку найти. Куча коробок, а мы с вами знаем, что иногда в коробке сталкеры заколачивают что-то полезное. Коробок даже чересчур, я бы сказал, много. Допустим, я запрыгну на них. Да ты что, комбинезон сева. Всё-таки не врал тот сталкер. Ещё и аптечку находим. Недурно, недурно. Конечно же комбинезон будет порядком лучше моего. Не во всём, гашение похуже, но это всё можно подтянуть у механика, особенно сейчас, когда у меня есть инструменты для тонкой работы. Можно и сами коробки сломать. Но в коробках ничего не оказалось, чего и следовало ожидать. Помню, что здесь есть сейф, но пока у меня нет от него ключа. Зато у меня есть ключ А и Б, с которым я могу сходить на нашу бывшую базу долговскую. Компаньон на один день, найти заинтересованных. Нужно поговорить с мужиками, может кто знает что-нибудь важное. Предложить им ПДА проводника в обмен на информацию. Можно попробовать поговорить с крабом, которого я спас, когда он тут ранен и лежал. Может быть. Ну или со своими бойцами-долговцами поговорить. Я же теперь типа лидер местный. Проводник мертв. Я нашел его труп. В подтверждении этому я покажу тебе его ПДА. Подожди, а у меня есть некий выбор или что? Но диалог я уже в любом случае не могу покинуть, поэтому говорим. Как мертв? Покажи. Вот же попали. Хм, парень. Откуда мне знать, что это не ты его завалил, а? Ты видимо не местный и тут недавно. Меня тут каждый сталкер знает. Я из долга. Рысь, говорить тебе о чем-нибудь? Насрать я хотел на то, кто ты. Ты видел, что творится? А еще и проводник, говоришь, мертв. Расслабься, хорошо? Смерти проводника я не виновен. Я здесь действительно недавно и попал, блин, сюда по ошибке. Нужно держаться вместе. Понимаешь, о чем я? Короче, тема такая. У меня есть один план. Как нам свалить отсюда? Но сталкерню эту придется оставить. Ты со мной? И только попробуй проболтаться кому-нибудь об услышанном. Резану так, что никто о тебе не узнает. Понимаешь, да? Отлично. Смотрю, ты понятливый. А значит, скажу напрямую. Если ты со мной, будем вести дела. Если нет, проваливай. Но ни в коем случае я не могу согласиться на его предложение, потому что мне придется бросить сталкеров на верную смерть. Понимаете сами, это плохо, это нехорошо. Но я сделаю отдельное сохранение. На всякий случай, может быть, мы этот момент пересмотрим. А может и не пересмотрим. Да он мутный, изначально было понятно. Наемник какой-то. Кто у нас техник? Вот он. Я принес тебе инструменты для тонкой работы. Отлично. Теперь одеваем свой костюм. Технику нужны все три комплекта. Да что ты говоришь? Представляешь, оказывается, я не могу прокачать Севу, потому что сразу все три комплекта нужны. Ладно, продаем свое старое снаряжение. Есть разговор. Слушаю. Зачем вы впустили в лагерь этого головореза Тихого? Опа. Ну да, тут тоже, видишь, такой непонятный выбор. Ведь если я ему скажу... Ну хотя тут выбор. Шестерка или стукач. Не понял, а почему я стукач? По сути, я спасаюсь... Ну ладно, хорошо. Согласиться на условия Тихого, компаньон на один день. Ну либо вот шестерка или стукач, что сказать, сталкером. То есть тут дается выбор. Я делаю выбор в пользу Марка. Зачем вы впустили в лагерь этого головореза Тихого? У него очень серьезные планы. Он хочет от вас избавиться. Я много плохого слышал о нем. Нужно что-то с ним делать. Он опасен. О как, рысь. Нашел я все-таки компромат на него. Спасибо за информацию. Думаю, группа сталкеров, которых обокрали и прикончили на днях, тоже его работа. Но сейчас мы ему... Кстати, хочешь принять участие в его казни? С удовольствием. Провально. Согласиться на условия Тихого. Ну и теперь казнь. Замечательно. У него мы находим Кольт М4А1. Это же инфил. Ладно, не важно. Также у него есть взрывчатка с таймером. Есть у меня идея, куда это можно применить. Найти применение взрывчатки. А, тут даже подсветилось. Только я об этом подумал. А оно как бы уже само. Ладно, сталкеры молчат. И знаете что? Помните, я видел телепорт? Это, кстати, можно выкинуть, наверное, да? Пока подожди, повременим. Да, был какой-то телепорт, только я... Вот он. Давай просто прыгнем и посмотрим, куда же нас переместит. Перемещает нас на долгусскую базу. А именно, на ее крышу. Вон вертолет стоит. Вот вертолет стоит. Причем он, судя по всему, нормальный, не взорванный. Замечательно. С этой стороны дверь не открывается. Да как бы и не особо надо. Я могу прямо сейчас вскрыть тогда ящик. Если там ничего такого важного нет. Предварительно, конечно, внимательно осмотревшись. Мало ли, вдруг тут инструменты какие. Ну и вертолет, конечно, приземлился очень странно. Ведь, по сути, он винтом ударит об здание, да? Или... Да не, вроде не ударит, но все равно это очень опасно. Рисковые ребята. Далее находим скелет. Вопрос. Сколько тут это тело лежит? Что оно в скелет превратилось? Ну и рюкзак. В рюкзаке Абакан и 60 патронов к нему. Ну, в общем-то, сразу надо было прыгать в телепорт. Для того момента это было бы вполне неплохо. Сейчас-то мне, конечно, уже без надобности этот Абакан. Я его просто продам. Тут тоже на верхнюю запрыгнусь. Ну и все. Получается, исключительно ради Абакана я сюда попал. Вот только почему долговцы не обратили внимания на этот телепорт, если они прямо рядом с ним стояли? Это очень странно. Ладно. Все. Крышу обыскал. На самом вертолете вряд ли что-то есть. Ну вот я даже до него запрыгнул. Я просто соскользнул с него. Просто уходим. А что за постройка, кстати? Тоже непонятная какая-то. Спустился вниз. Могут ли где-то тут быть инструменты? Да нет, я думаю, они где-то спрятаны. Возможно, в том месте, где надо поставить взрывчатку. Однако, похожу и посмотрю. Водка опять. Долговцы прямо, я смотрю, много пили. Это здание я не обыскивал в прошлый раз. Да. Зачем долговцы коллекционировали этих чучел? Не имею понятия. Стремно все это выглядит. Но тут как бы тоже особо ничего. А это что такое? А это, видимо, кто-то из долговцев от страха. В уголок забился и... Ладно, не будем позорить группировку. Там ничего не было. Да и в принципе, я думаю, тут особо нечего слоняться. Жесть тут. Покойников. Можно было бы их хабаканы пособирать, починить, продать. Итак, поднимаемся по лестнице. Тут тоже вон куча калашей валяется. Было бы неплохо, если бы сделали так, что на запах покойников пришли сюда собаки какие-нибудь. Ну что, открываем ящик? Ого. Гаусс-пушка. Да ты что? Документы об изделии 62. Куча бумаг. Но среди них есть листок с приказом, написанным от руки генерала Крылова. Объект 62 необходимо спрятать и ждать последующего товара. Любой, кто узнает об этом, должен быть оповещен в секретные дела. Попытки рискать об этом другим караются как дезертирство. Ага. Не понял, какой товар? О каком товаре идет речь? Они хотели гаусс-пушку на что-то поменять? Генерал Крылова, что вы скрывали? Причем странно, почему один ключ был тут? Даже не в паласе генерала Крылова, даже не в его инвентаре, а просто снизу в казармах, где бойцы отдыхают, а второй на сталкерской базе. Вот я сейчас совсем не понял. Необходимо спрятать и ждать последующего товара. Может быть и не хотели ее обменивать, может быть ждали патроны. 10 было там, 20 я еще нашел в коморке техника. Возможно техник их мастерил. Скорее всего техник был в курсе, что у долговцев должна появиться гаусс-пушка. Ну конечно, гаусс-пушка это мощно. Кто спорит? Для чего-то впоследствии ее можно использовать. Ладно, а обратного телепорта нет? Скорее всего нет, у меня сейчас придется с пешочком идти. Смотри, какой тут укрепленный блокпост на распутье. Хотя вот этот хлипкий заборчик укрепленным не назвать. Любой кабан, да и я его легко снесу. Тут тоже как-то все постарались перекрыть. Очень странно. Чего это? Тут стул, за которым сидел часовой. Также есть радио для связи. В общем-то тут была долговская точка. Несколько антирадов спрятано. А именно два в ящике аптечка. Ну то есть ничего такого. Немножко по медицине. Кстати, я забыл про ту вышку. Мне кажется, стоит на нее подняться. Возможно там что-то будет. Я разгружаюсь, но вот я не знаю, мне с собой гаусс-пушку таскать или как. Думаю, что пока нет. Пока оставим ее тут. Продаем. Плюс можно попробовать починить абакан за коллаж за 1000 рублей. Потом продать его за 1200. Ну выгода такая себе. Может мне нужно гаусс-пушку именно в инвентаре держать, чтобы какой-то диалог появился. Да вроде нет. Кстати, этот так и не получил продолжение никакого. Он вроде протрезвел, но может мне поспать надо. Причем документы я могу просто убрать. Покупаю немного патронов для моего вала. Время 17.48. Можно попробовать поспать до часов 9 утра. Может что и появится. Поспал. Никаких сообщений. Фотолист. А что, может я квест запорол как-то? Может быть до определенного момента к нему надо было подойти. Но в любом случае сейчас уже ничего. И все, что мне остается, это идти подрывать там точку. Закуплю предварительно геркулесов. Энергетиков тоже надо бы. Мне, кстати, на детектор хватит. Покупаем. Энергетики тоже. Поехали. Все. Бегу и вынослюсь, не кончается. Мечта. Кстати, по поводу этого места. Давайте заберемся, посмотрим. О, да тут кто-то культурно выпивал. Две стакашки консерва закусывали. Правда она не вскрытая. Неплохо. Забираем. И в принципе все. А, еще две гаус-кассеты. Ты смотри как спрятали. А что, романтическое место? Сидишь с другом, смотришь на этот вагон. Кстати, туда тоже сходим, там даже артефакт есть. Отсюда видно. Артефакты мне нужны для денег. Ну и может что полезно попадется? Мод не то, чтобы шибко длинный, но не шибко короткий. Полезные артефакты иметь на данном этапе будет полезно. Как бы это странно не прозвучало. Так, ой-ой-ой-ой. Тут прям кишит. Вагон, конечно, порхает как бабочка. Жесть. Представляешь, насколько стильный аномалия. Так, ну артефактов сколько? Два или три? А вот не пойму. Арт как бы передо мной, но как бы я не могу его взять. Он даже не отмечается. Может он по текстуре провалился. Такое вполне может быть. Да и вообще сложно будет туда стать арты. Но только если вот так. И далее ждать, пока он ко мне сам под... Опа. Подкатился. Тогеный шар подобрал. Жесть. А он как, осязаемый объект или... Да, от него искры отходят. И что, я думал, это просто, знаешь, что-то такое. Неосязаемое, чтобы не нагружать особо систему. Ну ладно. Второй арт все-таки застрял в текстурах, судя по всему. Я, конечно, могу попробовать сохраниться и перезагрузиться. Может он там вывалится откуда-нибудь. Так. Опа, вывалился. Теперь буду его забрать. Опа, все. Кровь камня. Не такой дорогой арт, но все же приятно иметь за пазухой. Хоть что-то. Химзащита 3, радиация 1. Тут у нас тоже... Ооо. Даже есть крупная зеленая точка. Это значит, что жирный артефакт. И не один, тем не по всему. Батарейка. Или это бред. Это не работает. Просто мне кажется, что иногда зеленые точки больше, чем некоторые. Вот сравни, тут, например, зеленая. Ее, правда, плохо видно. И там квадратик далеко прям. Здорово. Мне только артефакты собирать. Ну а как я его еще возьму? Он прям в аномалию засел. Не дотягиваюсь. Он еще и откатывается от меня. Ничего себе меня трухануло. Но арт я, тем не менее, забрал. Это у нас лунный свет. Пси-защита плюс 6. Ну, такие арты тут совершенно бесполезны. Никаких контролеров тут не водится. Последний арт. Так просто не пройти туда внутрь. Придется искать обходной путь. И обходной путь имеется. Это у нас артефакт. Бенгальский огонь. Слабенький. Ну и все. Идем подрывать. Тут тоже немножко аномалии присутствует. Но они вряд ли прождают артефакты. Пробуем? Пробуем. Отлично. Спускаемся внутрь. Хотя. О как. Пошла ка-сценочка. Видно, да, что мод уже более такой проработанный, нежели предыдущий. Посмотрим, что из себя будет представлять контракт на хорошую жизнь. Которая является третьим модом. И тут. Ну, ё-моё. И тут еще хлеб лежал. Подожди, а зачем я подобрал этот хлеб? Заберите обратно. А, я его съел случайно. Я вам честно говорю, это совершенно случайно вышло. Ладно, я, наверное, не тот съел. Не который рядом лежал. Ты посмотри, а? Положили вообще извращение какое-то. Хлеб рядом с... Ладно, идем дальше. Ой, не нравится мне это место? Совсем не нравится. Чует мое сердце что-то тут нечистое. Карта доступа необходима к этой двери. Казаки водка. Ящик. В общем, тут какой-то запас. Тут прям, знаешь, убежище такое нормальное. Тут можно спать. Запас еды имеется. Даже стол есть. И на чем готовить. Все, в общем-то, как у людей. Ладно, внутри карта доступа находится. Найти способ выбраться с ней агропром. Обновлено. А что обновлено-то? Найти сталкеров, кстати, так и не выполнено. А где мне их искать-то? Инструменты тоже не выполнено. Их случайно тут нет. Так и не нашел инструменты для калибровки. И что, типа я воспользуюсь всей этой конец игры? Пошла загрузка. Подожди. Найти выход в затопленном коллекторе. Кульминация. Стой. Так мне же, наверное, надо было что-то там еще поделать. Если я обратно полезу, я перейду обратно? Ну, получается, я сейчас всех кинул и убежал. По факту, правильно? Как бы я вышел тут. Обратно. Могу. Выход где-то рядом. Осталось его найти. Какие-то звуки страшные. Меня это пугает. Снизу какого-то, кроме по имени чего, понакидано. Какие-то черепа, разлагающиеся тела. В какое проклятое место же я попал. Ладно, пойдем. Наверное, лучше дробовик достать. Мне кажется, людей тут не будет. А, тут еще и павутина. Где-то я эту локацию видел в каком-то моде. Тогда же квест был небольшой. Но. Ясно. Пошел ужастик. Ай! Так, я думал, это просто звук. Ой, у меня опять сердце забилось сильно. Я думал, это, короче, звук, а мутанта нет. Ну, просто страшилка. Оказывается, мутант есть, падла. В общем, glow stick до сих пор светится. Как такое может быть? Если человек, который его держал, превратился уже в скелет. Ну, вы скажете, вы обглодали мутанту. Но, я думаю, тогда бы он так аккуратно не сидел. Ладно, неважно. Не будем до этого докапываться. Лежит и лежит. Неужели мне придется пройти через этот весь проклятый туннель? Подожди, а я отдельный сейф-то не сделал? Коллектор найден. А, ну тут есть отдельное сохранение игрой сделанное. Так что все хорошо. Переиграть будет возможность. Дальше туда-сюда. Развивочка. У нас просто комната. Атмосферненькая такая комната. Комбинезон с севы еще один. У меня уже такой есть. Он, конечно, может, да, чуть-чуть поновее. Так что этот можно выкинуть. Хотя, ладно, не выкидывай. Мало ли, этот еще сильнее сломаешь. Ну что, наверху ничего, инструментов. Да все, по идее, я уже не вернусь. Кинул всех и убежал. А, неужели этот мод такой короткий? Я думал, он подлиннее. Да, этот мод такой короткий. Но качественный. В принципе, мне все понравилось. Кроме вот этой зарубы вначале. Она слишком была лютая все-таки. Вот прям слишком лютая. Ну, тут остается только вниз эти артефакты есть. Нет. Кого? А, я типа прошел. Меня просто переместили, потому что там, типа, слишком долго и нудно ползти. И мне с барского плеча сказали, ну ладно, мы тебя переместим. Хорошо. А откуда же эта локоть вытащена? Скажите, пожалуйста. Потому что она мне прям нравится. Хотя сейчас все относительно новое, что появится в сталкере, мне будет нравиться. Потому что стандартные локации уже приелись. О, чья-то голова. Смотри, как он прогрузился. Заживо погребленный. Жаль. Причем труп свежий. Не скелет. Туда-сюда. Ну, в любом случае, надо идти туда, однако. Давай посмотрим, что тут. Тут у нас куча сел. Положившиеся, опять-таки. Вообще жуткое место. Хотя, пока я тут ничего такого прям сверхъестественно опасного не вижу. Ну, один кровосос, ну, один снорк. Ну, стоят ушканов. Дальше что? Причем обычно хищники как-то борются за свой ареал обитания. А тут в одном туннеле уживаются и снорки кровосос. В смысле, я не могу туда пройти? Что не так? Все, прошел. Мышка. Опа. Ну, началось. Вот эта страшилка. У меня что-то сердце заныло. Вы думаете, что я трус? Ну, я как бы не трус, понимаете? У меня просто в такие моменты в ладошки потеют, и сердце ныть начинает. А что должен сделать-то, я не пойму. Ясно, газ пустили, твари. Какой-то коматозник Илья. Скелет очередной. Мы с вами куда-то поднимаемся. В другую секцию, видимо, переходим. Снова чья-то голова. Короче, это какое-то проклятое место. Скорее всего, сюда что-то утаскивает сталкеров. Плюс мне сказали, ты не выйдешь живым, но это, наверное, контролер. Больше никто из мутантов разговаривать не умеет. А сложное место тут. Постоянно за что-то цепляешься. Ну что, сейчас узнаем, кто здесь такой разумный. Здорово, еще один скелет. Нога оторванная. Да, я точно слышу контролера. А, бюрер? Вот это да, прикол. Ее надо с дробаша. В рожу прям. Ты здесь один, брат? Хотя какой-то мне брат, тварина. Слышу выстрелы с дробовика. Это, наверное, зомби. Ну, живучая подлюка. Помер, что ли? Ну, бюреры, они же вроде вообще неразумные. Вроде как где-то в билдах там планировалось, что бюреры будут более-менее разумны, там между собой что-то общаться. По-моему, в Ластальфе что-то попытались реализовать подобное. Кто помнит, ну-ка, напишите. Но никогда же они не разговаривали именно по-человечески. Ой, зеленые грибы. Да. Ух ты! Я еще сохранился. Зомбарь. Видимо, все же кого-то оставляли в качестве прислуги. Тот же самый бюрер. Тут тоже какая-то развилка туда-сюда. Тут тупик. Значит, все-таки в то место надо было идти. Да, атмосферу тут постарались, конечно, сделать жуткую. Отчасти получилось. Опа, слышу, по-моему, кровососа. Если что, то все заряжено. Ух ты, здрасте. Двое! Все, прощайте. Да что я там уперся сзади? Не, овал нормальная пушка, да? Сбрил одного. Убежал, гад? Короче, туда-сюда бегает. Не идет сюда, под люка. Хотя что мне его бояться? Так же сбрею. А, ну иди сюда. Отдыхай. О-о-о! А я еще сохранился. Понял. Как-то надо спрятаться. Тихо, не колдуй, я за стеной. Все, все, успокойся. А где он? Я его не вижу. Да как ты? Орет, падла. Помер, что ли? Вроде помер, тяжело задышал. Сейчас посмотрим. Застаем бинокль. Раз-два, все дела. Ого, как жестко лагает, если с биноклей так прицелиться. Хотя с оптики вроде подобного нет. Ладно, пойдем посмотрим. Вот он-то, я так понял, со мной разговаривал. Ты, говорит, не выезжай отсюда живым. О, приперся, что ли, дурак? До свидания. Да этот тунель сейчас полностью пригодным сделал для посещения. Всех зачистил. Ну и вот она, лестница наверх, которая в итоге нас сейчас куда-то выведет. Опа. И кран потемнел? Кромой. Ну здравствуй, новая жертва. Кто ты? Что происходит? Я наблюдатель. Тебе не обязательно знать о подробностях, кто я такой. Все так сложно, правда? Эх. Единственная ошибка. Оставлять тебя в живых после обстрела агропрома. Ты о чем? Стоп, ты можешь объяснить, каким чудом я выжил после обстрела нашей базы? Кое-кто выбрал тебя. Видимо, он думал, что именно ты исправишь ошибку человека, виновного во всех смертях за последний месяц. Объясни! Военные напали на нас! Какая к черту зачистка и почему? О каком вирусе мы с генералом Крыловым узнали? Нет, я не буду ничего объяснять. Я лишь скажу, что причастен к этому. Остальное не имеет смысла. Я уже видел твою глупую смерть, и даже если я сообщу тебя о ней, ты не справишь, предначертанное. Что? Какого черта? Ладно, скажи мне только, кто виновен? Этого парня знает уже вся зона. Не так давно его назвали Синим Ангелом, и его имя Хмурый. Это тот, который остановил сделку военных в Припяти месяц назад? Да? Извини, больше не могу. Мне больше нельзя в этом мире. Хмурый. Он подвел меня. Хочу сказать, внутри не дает мой медальон. У тебя был шанс. Ты все упустил. Помни, парень. Бог с нами. Дай мне еще один шанс, старик. Я пойму, что мне нужно сделать. Я исправлю все. Прошу. И в итоге меня перекидывает. А если я первый диалог выбрал, то что бы изменилось? А вот уже не знаю. Интересно, есть ли там отдельный сейф? Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Опять горит. Кажется, мы снова в обычном мире. Поговорить с генералом Крыловым. Смешинка опять происходит. Конец, свободная жизнь. Все долго все живы. Как-то телепорт, который здесь был. Отсутствует в полном объеме. Мне сейчас прошлое показывают? Да хотя нет, смотри. Трупы военных тут. Плюс все горит. Плюс мое снаряжение сохранилось. Я еще сплю или ты действительно воскрес? Ты сделал что-то. Я чувствую, как вернулся из мертвых. Видимо, это какая-то аномалия. Дело в том, что все это время я блуждал по каким-то коридорам. В одном из них стоял ты. Спасибо тебе. Спасибо? За что? Не знаю, что ты сделал, брат, но это спасло нас. Мы все в долгу перед тобой. А долг долги отдает. Я не могу понять, что происходит. Что дальше? Дальше? Я все никак не могу отойти от произошедшего. Много информации я не могу понять. Видимо, мы провалились в временные интервалы. Черт, нужно выбираться отсюда, верно? Необходимо вывести всех выживших с территории и агропром. Ты нам поможешь? Помогу, только дай мне еще немного времени. Я еще не все сделал. Без проблем. Как только будешь готов, дай знать. Будем выбираться с этого чертового места. Пока. А что я там не сделал? Найти сталкеров и принести инструменты медведю. Да, в принципе, это не такие важные квесты. А отдельного сейва у меня все-таки не то чтобы есть. Он как бы есть, но как бы ладно. Да я готов. Что мне там осталось по квестам? Понимая бойцов, у нас все получится. Мы, в общем-то, пытаемся покинуться агропрома. Они как-то воскреслись. Что вообще произошло? Некий наемник тихий погиб. Многие знали, что творил этот человек. Однако теперь он не сделает никому ничего плохого. Территория мертвой зоны поглотили его остатки навсегда. Уцелевшие сталкеры, во главе которых стоял некий Марк, смогли найти выход из забытых территорий агропрома. Позже выяснилось, что под агропромом есть еще много неизвестных подземных коммуникаций. Отряд Олга, который просил помощи у Рыси, дождался ее. И теперь, охраняя уже действительно опасные территории зоны, помнят и чтят такого солдата, как Юрий Рысев. Того самого, который и помог им. Некий сталкер по кличке Спартак, вышив в этом ужасном месте, смог разобраться во всех тонкостях и проблемах проходов между агропромом и другими частями зоны. Со временем из него вышел хороший проводник. Судьба бывшего долговца Рыси неизвестна. Однако некоторые утверждают, что лично видели его в отряде долга во главе самого генерала Крылова, считавшегося погибшим на территории агропрома. Конец. Кто-нибудь что-нибудь понял? Если понял, напишите в комментарии, потому что я не понял ничего. Военные так просто ничего не оставляют, и вскоре в зоне снова что-то произойдет. Но более страшное. Понятно. Теперь я хочу немножко изменить некоторые моменты. Например, вот тут. Перед тем, как я поговорил с Хромым, что будет, если я ему отвечу? Не давай мне шанс, а уйди, старик, я пройду. Там был такой вариант. Смотри, что происходит? Стоп, объясни, что? Какого черта? Я выберусь и без твоих наставлений. Отойди. Что после этого? Он застреливается? Так Хромой, это же из предыдущего мода. Если кто не помнит, это который, типа, добрый монолитовец. Это же он? А чё это он? Покинуть территорию Агропрома, обратного пути не будет. Ну да. А что? Запустилась концовка. Ну да, опять наёмник тихий погиб. Территорию мёртвой зоны поглотили его останки навсегда. Это ясно. Судьба бывшего долга в цирите неизвестна. Однако некоторые утверждают, что лично видели его труп на территории Агропрома. Конец. Ага. То есть, я же как бы вышел, но как бы всё-таки погиб на территории Агропрома. Это единственное отличие. Все остальные слайды такие же, как и были. Ну и военные так просто. Я так понял, что красным тут отмечается, если я что-то плохо сделал. И то есть, я могу что-то с военными сделать. В зоне произойдёт что-то более страшное. А что я мог бы сделать с военными? Да ничего. Потому что, например, с рысьем я прошёл на плохую концовку. Подсветилось красным цветом теперь. До этого было жёлтым, когда я нормально прошёл. Военные красные. Что я могу изменить? Не знаю, но теперь нам надо отгрузиться на путь к коллектору. Найдем проход. И вернуться к сталкерам, я так понял. Сейчас узнаем. Поднять люк. Найти способ выбраться. То есть, ну как бы, я подбираю этот ключ к карту. Всё подбираю. Итак, а что бы наврено-то? Найти способ выбраться. То есть, тут даже не написано, что вернуться к сталкерам, может быть, или что-то сказать. А почему? Конечно, предварительно-таки хотелось бы завершить эти два квеста. Там, найти инструменты пропавших сталкеров. Хотя, не думаю, что это прям особо необходимо. Но всё же, чтобы не осталось незавершённости. Кстати, проход вниз. Тут скелеты какие-то. Куда я, конечно, не пролезу. О, артефакт тут есть опять. Стоп, я же их собирал. Вы что хотите сказать, что после перезагрузки тут арты появляются? Такое я уже где-то видел. Сейчас они мне уже не нужны. Тут под деревом какой-то рюкзачок есть. А в рюкзачке ничего, он закрытый. А вот труп сталкера, кстати, смотри. А как я его не заметил только что? Ты смотри, я же только что подходил к этой дырке и не заметил его. А он, оказывается, тут лежит. Это, в общем-то, найти погибших сталкеров обновлено. Чучело. Все файлы стёрты, но имеется какая-то видеозапись. На видеозаписи трое сталкеров осматривают нору. После чего нечто выпрыгивает оттуда и рвет всё в клочья. Снимающий успел отбежать на несколько метров от кровавого месива, но тут же видео прерывается. Привет, брат! Привет? Кто это сказал? Это что было? Это я запись просмотрел или как? А, это обычный сталкер, скорее всего, которые тут оказались каким-то образом. Да, это просто совпадение. Сообщить Марку о гибели сталкеров. Ну и мультики же я увидел. Ну а теперь за инструментами для калибровки. Аптечка. Кого? А, это плоть так. Снайперы долбят оттуда, представляешь? По плотям, что ли? Две бочки зачем-то стоят. Подожди, а так что по поводу того сталкерского сейфа мне его дадут вскрыть? Ооо, тут всё отравлено. Но мой костюм мне вроде позволяет сюда проникнуть. Находим тут энергетик, рюкзак, в котором две аптечки. Вот инструменты для калибровки. Находим в этом же месте. Их надо отнести медведям. Поехали отсюда. Тут тоже типа что-то укреплённого блокпоста, на котором, видимо, базировались долговцы. Даже генератор непонятно зачем есть. Куча кабанов напала. Я нашёл то, что осталось. Увы, парней что-то сожрало. Ещё и меня из себя вывело. В общем, при одном из них был ПДА. Держи, может пригодиться. Эх, уже опасно и два шага сделать. Что там за тварюга обитает? Вот блин, жаль пацанов. Молодые совсем. Спасибо, что выяснил. Держи награду. И будь осторожен. Не знаю, что за мутант обитает в этих норах. Кровь камня, научная аптечка 3300. Пока. Ну, в принципе, как бы... С самого начала этот квест можно было выполнить. Просто я маленько по-другому пошёл. Так, вот тебе инструменты. Какие для калибровки? Класс, ну даёшь. Как ты их находишь? Теперь всё. У него полный набор присутствует. Могу прокачивать севу. А, ну как бы и что? Всё. Я не могу ничего им сказать по поводу того, что у меня есть карта. То есть это бесполезно абсолютно сюда приходить. Я должен с карты сразу убегать. Что как бы странно, если я отказался кидать сталкеров. Ладно, значит теперь мы отгружаемся на тот момент, где я поговорил с наёмником и сделал выбор не в его пользу. Теперь мы делаем выбор в его пользу. Я согласен на твои условия. Теперь немного о положении агропрома. Под ним есть очень много коммуникаций. И путь к одному из таких вот туннелей практически у нас в кармане. Чёртов проводник. А вы долгутцы? Тоже, те ещё говноеды. Зачем вы закрыли старый люк на заводе? А? Там ведь прямая лазейка к общим туннелям была. Да знаю, я знаю. Мол, а твари всяких, чтобы нежить оттуда какая не вылезла. Господи, оглянись. Вся херь уже давно на поверхности. Кх-кх. Ладно, к делу. Сейчас я переговорю с одним из своих подопечных. Столкерням, мрази. Дело вот в чём. На днях я выдал ему один тяжёлый важный ящик. И сказал, спрячь хорошенько и жди. Скоро будем лавэс сталкеров драть. А тут как раз началось. Так вот, сейчас я ему скажу условное место встречи. А ты сбегаешь, забери у него посылку. В смысле, ящик этот. Взамен деньги пообещай. Он, сука, быстро продаст. Как получишь чёртов ящик, дуй ко мне. Кстати, в том-то ящике награда твоя будет. И ещё, денег не давай ему. Лучше пристрели. Как только он передаст тебе посылку. Понял задание, солдат? Охренеть, задачку дал. Если я найду чёртов кейс, и из этого ничего не выйдет, я тебе сам голыми руками шею сверну и псевдопсу на корм пущу. Встретиться с подопечным Тихого. Это вот тут. Ну пойдём. Это у нас уже другая линия идёт. Вторая концовочка. Вот он, подопечный. Ты кто такой? Ты от начальника? Отвечай, сука, или пристрелю. Да, да, я от него. Где кейс? Тихий сказал, что ты заплатишь. Деньги вперёд, и я отведу к тайнику. Ты отведи, там я и расплачусь. Что ты ссышь? Ты же вроде наёмник. Боевый потенциал, все дела. А боишься чего-то? Ты меня на пункт, ты не бери, курва. Ладно, хер с тобой, пошли к тайнику. Ну смотри мне, мля. Я с тебя в случае чего 7 шкурзеру. Воу-воу, полегче, я всё понял. Пошли, пошли. Ну реально тупо сдавать сначала товар. Надо хотя бы увидеть, что у человека есть деньги. Чтобы я ему хотя бы показал это. А так он денег не увидел. И такой просто, ну пойдём. Ну, мы недалеко от тайника. Давай деньги. Ровно 10 штук. Тихий сказал. Ой, опять есть выбор, что делать. Ты чё, серьёзно? Ну давай сразу выберем самое такое, что начальник Козлина, он просил тебя прикончить и забрать посылку. Ты чё, офигел? На начальника гнать? Ну мразь, ну я тебя сейчас. Подумай сам, он сидит в лагере сталкеров, жируй, поди. А вот ты стоняешься вокруг да около. Он использует тебя как вещь, а потом просто прикончит. Верно. Ох, вспомнил я, как этот урод нас подставил. Нашептал нам на уши, что это случайность. А сам, вот же гнида. Спасибо тебе, что предупредил. Если бы не ты, я бы как дурак и дальше у него на поводу был. Пожалуй, я пойду. Есть у меня место, где временно я смогу сохраниться. Вот, забирай посылку и скажи, что убил меня. Удачи. Хорошо, и тебе удачи. Ну то есть тут, я так понял, это ни на что не влияет. Банально, я просто как бы, сохраняя ему жизнь. Он пошёл. Да, скорее всего, я просто спас ему жизнь и всё. Просто мой личный, ни на что не влияющий выбор. Чего ты топчешься? Кейс у тебя? Да, вот, держи. Ты молодец, парень. Приятное мне дело с опытными людьми. Мне неинтересно, убил ты этого мудака или нет. Главное, что контейнер цел и он у меня. Что дальше? Для начала ты получишь от меня небольшой аванс. Я же обещал. Ну это, конечно, радует. Но что по поводу, как отсюда выбираться будем? Я ведь не просто так на тебя работаю. Отмычек себя в другом месте ищи. Ах да. Насчёт этого. Понимаешь, какое дело? Мне нужно починить кое-какую деталь. Ты пока свободен, а у меня остались ещё свои незаконченные дела. Как только ты мне понадобишься, я кину тебе сообщение. Фальшивое доверие. Ждать новостей от Тихого. Добывай. Ну давай поспим. Делать-то в принципе нечего. У вас высокий уровень облучения. Лечимся. Что агропром оккупируется вояками. Это плохо. Они могут помешать нам. Не хочешь побыть снайпером и грохнуть пару-тройку солдат? Награды не обижу. Уж поверь. Пушку я тебе выдам. Координаты удобной позиции тоже. В твоих интересах согласиться. А что насчёт поиска выхода отсюда? Поиски продвигаются, не волнуйся. Хочешь выбраться? Придётся работать, Рысь. Уточни задание. Вот, видишь, это склон. Говорят, скоро сюда прибудут пара вертолётов с десантом. Задание у них простое. Уничтожить всё, что ещё движется. Вот здесь неплохая позиция. Ты можешь напасть неожиданно. И сможешь попытаться сделать всё тихо. Я отправляю вместе с тобой кванта. Он хороший боец. Вместе с тобой ваш боевой потенциал будет бесценен. Даже против двух чёртовых отрядов военных. Не парься, там срочники. Они стреляют-то, как я готовлю. Понял. Готовь награду и да. Я хочу побыстрее свалить отсюда. Ты понимаешь? Понимаю, Рысь. Время-деньги. Я жду результат. Вот же, жди результата. Похоже на развод. Честно вам скажу. Скорее всего, это разводами является. Ну ладно. Квант где? Уже на точке, видимо. Точка расположена тут. Идём. Тут ещё какой-то сталкер. Немного позже. Военные высадились в большом количестве. Вот зачем тут столько красных бочек надо было. Теперь понятно. Не, их прям очень много, смотри. Как бы кванты не потерять. Кто-то там прям специально около бочек стал. Ты видел? Удобно. Ну тогда давай. Будет жёстко. Вон тут бочка. Ну и трясёт же его. Это жесть. Нет, в задницу в эту снайперку. Слишком у меня большая отдача. Убили сталкера. Ну что же это тряска, а? Как она мне не нравится? Кванта убили, кстати. Да кто здесь разговаривает? Сталкеры? Да, сталкеры припёрлись, как я понял. О-о-о, да. Прям дико напрягает тряска. Ты что, сохранился? Ладно. Поговорить с Тихин. К сожалению, помер квант. И ещё один сталкер. Сева Заяц. Но я уж не хочу прям настолько сильно запарываться. Да не думаю я, что какую-то он решающую роль играет. У него была куча полезных артов. Сразу, наверное, поставим на выносливость. Молодец, рысь. На работу выполнено прекрасно. Эти суки не будут мешать. Это даже на руку сталкерам. Но мне похер, что с ними будет. Вот твоя награда. Ты заслужил. Ах да. Теперь ты один из нас. Отлично, а теперь к делам. Кстати, ты хорошо готовишь, видимо. Военные были не сахар. Пошли осмотрим завод. Пошли, ты готов? Пошли. Ну а что бы нет? Найти на заводе текстолиту. Я получил винторез, кстати. Система автозахвата целей. Будет получше моего вала. Поэтому вала выбрасываем. Какую текстолиту-то найти? Вот это что ли? Нашёл. Поговорить о находке с Тихим. Держи. Отлично. Ну, держи монету. Пошли искать подземку. Двинули. Зачем им нужно было искать текстолит? Система автозахвата есть, но она бесполезна абсолютно для этого винтореза. Потому что у него высокая кратность и она нерегулируемая. То есть, видите, я даже не вижу, что его система захватила. Только если на очень дальних дистанциях. Так что, ну такое. Лучше бы тут был регулируемый прицел. Так, держи динамит. Установи его на этот завал и подорвем к чертям. Без проблем. Установить взрывчатку на завал. Могу. Дальше что? Пробраться по земелью и найти вход в коллектор. Выполнено. Снова запускается кассена. И сейчас, похоже, будет как и раньше, или что? Найти способ выбраться с агропрома. Пробраться по земелью и найти вход в коллектор. Выполнено. Дальше то что, дед? Все. Он молчит. Допустим, карточка. А, ты нашел карту доступа. Отлично. Давай воспользуемся ей. Ага. А ну-ка глянем. Ну давай. И мы типа вместе в коллектор попадем, или что? Перемещает в итоге. Найти выход с затопленного комплекса. Тихий. Но так, как текстолита у меня, я смог починить свой экзоскелет. От меня больше ничего не надо. Прощай, парень. Может на этом свете еще свидимся? Ну нет, сейчас мы решим, кто первый на то свет отправится. А хрен тебе. Ага. Найти выход в затопленном коллекторе. А дальше все по... Ну просто как обычно. Правильно я понимаю? Скорее всего, да. Дальше просто как обычно. Ну то есть, да. Дальше просто по стандарту все. Я двигаюсь и все. Могу дать ему себя убить. А хрен тебе. Игра просто кончается, не запускается никакой кат-сценки. Ну как бы вот и все. Вот в принципе и все. Что думаете? Пишите в комментарии. Играем дальше в контракт на хорошую жизнь? Да я думаю, конечно, играем. Всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok